Приветствую всех, кто меня смотрит! Сегодня мы собираемся окунуться в 20-е годы прошлого столетия. И сейчас едем по маленькому поселку Сабрейру, чтобы посмотреть типичную португальскую деревню начала 20 века. Это музей под открытым небом, где воссоздан быт крестьян того времени, с домами, мастерскими, церковью, таверной. И вот мы уже видим визитную карточку этой деревни. Это милая старая мельница. А проезжая к парковке, видим деревенский пейзаж, поляна с лошадьми. Все, как и положено в деревенской жизни. Тут же недалеко пасутся козы. Все, как и сотни лет назад. И мы паркуемся на большой, но пустынной стоянке. И надеемся, что благодаря отсутствию туристов мы сможем проникнуться атмосферой 20-х годов и почувствуем себя жителями этой деревни. Итак, ау-де-я! Итак, это миниатюрная деревушка из глины. Музей под открытым небом представляет собой типичную португальскую деревню начала 20-го века. Эта аутентичная деревня создана гончаром Жозеф Ранко по его собственным воспоминаниям. Жозеф Ранко воссоздал бытки времен, показал обычные португальские дома, лавки, мастерские и таверны 20-х годов. И здесь, конечно, установлен памятник ему. И так как для Португалии нормальное явление, когда деревня окружена крепостными стенами или тем, что от них осталось, то мастер создал и здесь тоже крепостную стену, подразумевая развалины замка, которые обычно находятся рядом. Но чем вам не настоящие крепостные стены? Ну, очень похоже. Конечно, высота не та, но переходы, башенки, зубцы, все очень натурально, просто в миниатюре. Взбираюсь на самую высокую башенку и, надо сказать, вид впечатляет. Здорово! Гуляя по этой деревне, можно составить полное представление о быте португальских крестьян начала 20-го века. И первый, кого мы увидели, это мастер по плетению корзин. Вот мы видим, как человек плетет корзины и тут же их продает. И кто еще нужный в то время мог сидеть под крепостной стеной? Ну, конечно, это целительница. Травы на стене, все открыто для всеобщего обозрения, ведь в этот период уже никого не сжигали на кострах, можно и работать открыто. Сам Жузе Франко родился в этом месте, в Сабрейру, в 1920 году в семье Гончаров. И потому начал развивать свой художественный стиль с юных лет. И хотя он создал эту деревню уже после 40 лет, но уже с 25 лет он мечтал об этом. И в свободное от работы время он готовил макеты построек, уделяя внимание каждой мелкой детали, потому что его целью было воссоздать деревню именно такой, какой он помнил ее с детства, до мелочей. Здесь вот мы видим даже конюшню с лошадьми. И тут у нас пошел дождь. Это нас нисколько не расстроило, потому что настоящих путешественников это не может расстроить и сбить курса. У природы нет плохой погоды. А я тут дождик пережидаю. Я, конечно, понимаю, что я под зонтом от этой зонта, но это прекрасно. У природы нет плохой погоды. Пойдем. Корпус, пенья. Здесь живет пенья. Хау, собака. Ну вот, дождь и закончился. И сразу солнце и тепло. Португалия прекрасна. И мы можем заглянуть в эту мельницу теперь и посмотреть, как там работают механизмы. Очень интересно. Давай, давай, ну вставай. Давай, давай. Давай, давай. Рядом с мельницей находится колодец. Вроде как настоящий, с водой. Но мы, жители городские, вообще не понимаем, что делать. Ну да ладно. Рядом с мельницей и колодцем находится дом мельника. И учитывая, что Жозе Франко работал над каждой мелкой деталью, то мы с полной уверенностью можем сказать, что посетили дом мельника 20-х годов прошлого столетия. И увидели, как его жена встречала с работой. А это Бродобрей броет клиента. Инструменты также все настоящие, 100-летней давности. По воспоминаниям Жозе, мастерская выглядела именно так. И оборудование было именно такое. Потом мы посещаем настоящий жилой дом того времени. И вначале попадаем в мастерскую. И в основном видим религиозные творения. Теперь мы переходим в другую комнату. Похоже, что это кухня. Тут печь, раковина. Водопровод имелся у крестьян уже в то время. Следующая комната, самая интересная. Здесь мы можем видеть, что внизу находится все для хозяйства и работы. Что-то вроде кухни здесь, за перегородкой. Тут же какие-то железные приспособления для мельницы похожи. А жили люди, вернее спали и отдыхали на втором этаже, под самой крышей. Так было принято, потому что зимой внизу холодно на каменном полу. А под крышей теплее. И там у них были кровати и личные вещи. Ну, вроде как спальни. Да, как в семье они жили. Наверху спальня с утровой терапии. Это такая странная кухня и старая однопримерка. Грустно. Дальше попадаем в сувенирный магазин, где продается красивая керамика для дома, для кухни. Конечно, что же еще брать на сувенир в деревне Жозефранко, как неглиняные изделия. Но согласитесь, очень красивая посуда. А из магазина дверь ведет в жилье владельца магазина, как я решила. Купец по-нашему. Но кто еще здесь может жить? Внизу магазин, вверху семья живет, как здесь принято было. Без стен и дверей верхняя жилая территория. Дальше мы попадаем в особый зал, где размещена выставка скульптур, созданных мастером. Рядом с входом находится огромный гончарный круг. Тут, к слову, надо сказать, что Жозе занимался не только популярным гончарным искусством, но и религиозным, создавая множество рождественских вертепов. Один из таких рождественских вертепов был предложен папе Иоанну Павлу II, который его благословил. Надо сказать, что несколько скульптур святых, которые изготовил в то время Жозе, сейчас находятся в Атекане. Искусством Жозе восхищались не только в Португалии, но и за рубежом. А эта деревня, созданная им и названная его именем, это самое большое его достижение. Мы посмотрели деревенскую циркушку и зайдем теперь в маленький деревенский магазинчик. Вернее, это лесная лавка. А теперь заходим в очень интересный магазинчик. Это просто супермаркет прошлого века. Здесь все вместе. И одежда, и инструменты, и еда, посуда, и вино на разлив. И даже продавщица, настоящая деревенская Португалка прошлого века. Аналитикам я 100 грамм. Хлеборезка на столе, или колбаса резка. И освещение тоже соответствует времени. И мастерская кузнеца. Тоже очень достоверно сделано. И оборудование того времени. И огонь даже в пите горит. А здесь подковывали лошадей. Вообще-то в Португалии ездили на ослах, поэтому, может быть, здесь ослов обслуживали. И по ступенькам мы поднимаемся вверх. И попадаем в школу 20-х годов прошлого столетия. Очень интересно. Парты значительно отличаются друг от друга по высоте, потому что класс был общий и для маленьких детей, и для больших. Все учились вместе. Каждому на Порту ставили свечку. Наборы подсвечников стоят в шкафу. И для школы даже сделан камин в углу, что большая редкость была в то время. Теперь мы в старой таверне, где можно пропустить стаканчик другой португальского портвейна и поговорить о жизни. Общие большие столы говорят нам о том, что сидели большими компаниями. А большие бочки для вина говорят о том, что портвейна выпивалась достаточно много. А вот почему ружья свободно стояли, непонятно. В кавернах играли музыканты. Мы видим баяниста. На Паду это не похоже. Хотя известно, что Фаду не всегда было грустным. Я скоро выпущу видео на эту тему. И выйдя на улицу, вдруг увидели, что здесь продается пау-кон-шу-рису. Это традиционная крестьянская еда. Хлеб с вяленой колбасой. Это обязательно запивалось молодым местным вином. Хлеб текут прямо здесь, так что надо пробовать. Показываю. Музыка здесь играет все время, не переставая. Наверное, сложно тем, кто здесь работает каждый день, потому что музыка не меняется, а играет одна и та же. Но нам было под настроение. Мы не успели съесть пау-кон-шу-рису, как опять пошел дождик. Но мы уже знали, как от него спрятаться. Хорошо, что дождь продлился недолго и был не сильным. Рядом мы обнаружили дом музыки, где собраны различные музыкальные инструменты. Решетка, конечно, мешает просмотру, но все равно интересно и удивительно. Но в деревню вход бесплатный. Ходи и смотри, отдыхай и танцуй, ешь и пей. А вокруг очень и очень чисто. Просто удивительное место. День подходит к концу, а мы еще не все посмотрели. Надо торопиться. Проходим рыбацкую лодку, как без нее в португальской деревне. Заходим в мастерскую ремесленника, а проще говоря, жестянщика. Он может отремонтировать нам лейку или кастрюлю. Потом зайдем к аптекарю. Он за стеклом спрятался, потому что нужна стерильность. И еще часовых дел мастер, который тоже за стеклом, чтобы пыль не попала в механизм часов. И еще здесь есть макет деревни в уменьшенном виде, на котором не только дома и улицы, но и люди, работающие у своих домов, и даже ослик, поднимающий воду из колодца. Да, тут можно ходить и ходить. Действительно необыкновенное место. Не зря же Сефранко столько сил вложил в эту деревню. Выходя к проезжей части, вдруг понимаешь, что машины на дороге здесь явно лишние. Вместо них должны бегать ослики, как это было в те годы. Я думаю, что еще не одно поколение людей будет приезжать сюда. И чем больше лет пройдет, тем интереснее это место будет. Спасибо, Жозе Франко. А я прощаюсь с вами. Всем всего хорошего. И до встречи в новых интересных местах Португалии. Португалии.